Здравствуй, дорогой друг! В конце июня свой престольный праздник отметил небольшой и уютный храм в честь святителя Тихона, епископа Амафунского, что в рабочем поселке Вача Нижегородской области. В этот день праздничную божественную литургию и крестный ход здесь возглавил правящий архиерей в Иксунской епархии епископ Варнава. Субтитры создавал DimaTorzok Но, наверное, главное, что мы должны с вами, какой сделать вывод, мы должны с вами сохранить и приумножать дар веры. Дар веры, который, это дар, вы прекрасно понимаете, да, что это все то, что мы имеем в духовном плане. Благодать, которую нам Господь дает, дается она нам то, не даром и не за наши какие-то заслуги. Это дар, который мы должны в себе возгребать, возгребать себе, да вера не пристанет. Недалеко от Вачи расположилось село Казакова, родина знаменитой казаковской филиграни. Металлическая артель в селе появилась в 30-х годах 20 века. В 1939 году здесь собрали первый филигранный подстаканник. Это искусство очень тонкое и трудоемкое. Скручивать металлические проволочки непросто, нужно терпение и усидчивость. В чем-то оно сходно с плетением кружев. В рамках архипастерского визита епископ Варнава посетил музей казаковской филиграни. В Иксунской епархии уделяют большое внимание физической культуре и спорту. В епархии действует известный военно-патриотический клуб православные витязи. Регулярно проводятся турниры и соревнования по различным видам спорта. Епископ Варнава видит в развитии здорового образа жизни среди членов церкви особую значимость. В здоровом теле здоровый дух. И понятно, что без здорового духа тоже сложно быть здоровым телом, но это все взаимосвязано. И, конечно, если мы говорим о юных, о детях, о юных людях, да, то спорт, он помогает воспитанию. Физическая культура, она помогает воспитанию в человеке воли, целеустремленности, вообще крепости, силы. Это очень, действительно, бывает большой подспорье вообще в воспитании подрастающего поколения. Если говорить о возрасте, скажем так, среднем, да, то это поддерживает человека в хорошей физической форме. Поддержание в хорошей физической форме влияет на его и работоспособность тоже. Да, и, соответственно, если мы говорим о верующих людях, то, конечно, верующий человек будет более бодрым. Естественно, что если у него все в порядке со здоровьем, есть бодрость, то он и в храм будет чаще приходить на молитву. И дома как-то, ведь спорт, он связан все-таки, и любые тренировки связаны с определенной методикой, с исследованием какому-то расписанию, скажем, да. И это все тоже так человека мобилизует и помогает ему быть более сосредоточенным и системным. Вот, поэтому это поддерживает и людей таких зрелых, ну и пожилых. Спорт также поддерживает, потому что тоже есть такие очень хорошие слова, что спорт и физкультура может заменить много всяких лекарств. Но ни одно лекарство не может заменить человеку физкультуру и спорт. Словно продолжая слова владыки, назло лекарством и болезням. В рамках празднования престольного праздника в Бачи открылся совсем новый турнир – кубок святителя Тихона, епископа Амафунского по армейскому рукопашному бою. В начале соревнований епископ Варнава совершил молебен о начале всякого благого дела. Турнир по армейскому рукопашному бою собрал ребят из Дивеева, Выксы, Шатков, Кстова и Вачи. Кубок святителя Тихона, епископа Амафунского – совсем новый турнир. Идея его проведения возникла у настоятеля Вачского храма отца Павла Ильичева, как логичное продолжение большой программы по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, действующей в Иксунской епархии. Мы с отцом Павлом познакомились, здесь проводили турнир, значит, в прошлом году, сначала в апреле, и в этом году в апреле. Он говорит, может быть, вот у нас престольный праздник и День села, можно провести тоже турнир, уже в честь святителя Тихона, епископа Амафунского. Вот у нас такое желание. Сколько это там надо затрат, сколько народу вы можете привести. Я говорю, ну давайте проведем, потому что, ну, я уже говорил на открытии, что мы сотрудничаем с Православной Церковью, у нас военные патриотические клубы в основном, нам интересно, мне интересно лично, и уже зажглись все. У нас все турниры, то Кубок Митрофолии, значит, Кубок был Андрея Первозванного. Ну, такие у нас тематические, мы в церкви, мы в церкви, мы двигаемся вместе с церковью. В каждом селении, не знаю, там город это, или поселок, или село, деревня, должно быть центром такого вот духовно-нравственного воспитания. Вообще, в принципе, воспитание молодежи на примере, не только на словах, но на примере. И то есть на примере как раз вот открытия Кубка с Тихоном Афунского, и на примере такого вот армейского рукопашного боя, как боя такого оборонительного, который используется для защиты. И мы это все вот наполняем вот такой духом разно составляющим, и тем самым привлекая и внимание молодежи. Турнир по армейскому рукопашному бою в Вачи, да и вся обширная программа по развитию спорта в Иксунской епархии, это не только и не столько про соревнования единоборства, сколько про духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Истинность этого утверждения доказывают воспитанники военно-патриотических клубов, которые приняли участие в турнире на Кубок святителя Тихона, епископа Амафунского. Наш клуб воспитывает патриотов, воспитывает настоящих мужчин, борцов, чтобы защищать себя и свою семью, и свою родину. Я сегодня поанализирую свои ошибки. Я сегодня, как по моему мнению, я очень плохо подрался. Буду продумать свои ошибки. Я бы хотела вырасти сильным, смелым и добрым. Ну, то, что ты, например, не сбиваешь людей в бою, а жалеешь их. Например, маленьких, которые в тебя попадаются. Я пойду сначала, когда вырасту, в армию, а потом буду заниматься, продолжать армейскую руководку. Очень больно. Просто, как мы по-дружески бьемся. А почему по-дружески? Потому что, если я кому-нибудь сломаю руку, ногу, будет жалко его. Сила должна быть, всегда мы должны побеждать. А добро – это любить друг друга. Программа празднования дня села и престольного праздника Вачского храма получилась насыщенной и очень интересной. В населенном пункте надеются, что в будущем турнир и предваряющая его праздничная литургия станут еще одной визитной карточкой рабочего поселка. Редактор субтитров А.Семкин